Работа с неиспользуемым имуществом открытых акционерных обществ с долей коммунальной собственности в уставном фонде проводится относительно недавно. О том, чем обусловлена необходимость проведения данной процедуры и каковы её результаты, узнаем прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По их содержанию уплачивают налоги на недвижимость и землю. Но ведь эти объекты могут быть использованы субъектами малого и среднего предпринимательства для организации новых производств, либо расширения действующих, оказания услуг. На этих объектах могут быть созданы дополнительные рабочие места, и, ко всему прочему, это ещё наведение порядка на земле. Если говорить о результатах, то с 2013 года вовлечено в хозяйственный оборот более 500 неиспользуемых объектов открытых акционерных обществ. Из них более половины вовлечено реальными способами, такими как продажа, сдача в аренду и использование для собственных целей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На сегодняшний день предлагается к продаже около 120 объектов недвижимости различного назначения и площади. Это производственные, административные здания, здания сельскохозяйственного, социального назначения. Их площадь также очень различна – от двух-трёх сотен до нескольких тысяч квадратных метров. Например, открытое акционерное общество «Гомель Обл. Реклама» предлагает на продажу административный корпус площадью более 1600 квадратных метров, расположенный в Гомеле по улице Борисенко. Открытое акционерное общество «Гомель Обл. Автотранс» предлагает, на мой взгляд, очень интересные объекты. Среди них – комплекс зданий и сооружений, базы отдыха «Днепровские сосны», расположенные в Реческом районе, в живописном месте на берегу Днепра, на земельном участке более 12 гектар. Также предложено для продажи здание производственного назначения, расположенное в Гомеле по улице Федюнинского, площадью более 3500 квадратных метров. Открытое акционерное общество – это всё-таки частные организации, и их имущество находится в частной собственности. Среди основных документов, которые регулируют вопросы отчуждения имущества, являются закон о хозяйственных обществах, гражданский кодекс и, конечно, основной документ – это устав открытого акционерного общества. Вопросы аренды и безвозмездного пользования регулирует указ президента номер 150 о некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом. Решение о продаже недвижимого имущества открытого акционерного общества в соответствии с уставом принимается наблюдательным советом либо общим собранием акционеров в зависимости от стоимости объекта недвижимости. Для целей продажи, как правило, применяется рыночная оценка стоимости объекта. Непосредственно продажа может осуществляться напрямую, либо через аукцион. Аукционы проводят собственники либо самостоятельно, либо пользуются услугами сторонних организаций. По вопросам приобретения имущества, находящегося в собственности открытого акционерного общества, обращайтесь непосредственно к собственникам имущества или в фонд «Гомель обы имущества» по телефону 75 15 94 22 30 06. С вами была передача «Имущество». Мы говорим о том, что актуально. Продолжение следует...